Как отправить деньги за границу без комиссии? Сегодня речь об этом. Поделитесь этим видео со своими знакомыми, кого это может интересовать. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Очень у многих людей возникает ситуация, когда надо отправить деньги за границу. Кому-то из близких родственников. Ну, например, вот у нас дочь буквально позавчера улетела в Чехию учиться. И мы ей будем регулярно посылать деньги, потому что она пока еще ничего не зарабатывает. Это первый вариант. Второй вариант. Например, вы уехали за границу на заработки, зарабатывать деньги. У вас остались, например, родители здесь, в России. И вы их обеспечиваете из-за границы. Этот вариант сильно хуже, на самом деле, сильно сложнее. Но тоже есть варианты, как отправить деньги без комиссии. Итак, смотрите. Я регулярно вижу, как жители ближайших государств, Средней Азии и так далее, отправляют деньги за границу своим родственникам, женам, которых они любят и пытаются обеспечить деньгами, через Western Union и другие платежные системы. И там берут с них 2-3, там до 5% от суммы перевода. Это очень-очень дорого. Между тем, можно совершенно спокойно переводить деньги без комиссии. Но сейчас сначала о том, как переводить деньги от дочери. Как я планирую переводить деньги дочери. Когда, прежде чем улететь, мы оформили на нее 2 карточки в российских банках. Это, ну, там, в данном случае, банк открытия, банк Тинькофф. Здесь, ну, сам банк, в принципе, большой роли не играет. То есть, у нее карточка двух российских банков. Ну, для безопасности. Почему 2? Потому что для безопасности. Одну карточку она положила в сторонку, другой пользуется постоянно. И здесь просто совершенно, значит, я беру и перевожу, как со своего Тинькоффа, на ее Тинькофф без всяких комиссий, совершенно спокойно, деньги по номеру телефона или по номеру карточки, или там шаблон и так далее. Точно так же с открытием. И, собственно говоря, все. Она там берет, ну, во-первых, пользуется этой карточкой постоянно, а во-вторых, ну, просто может пойти и снять в любом банкомате деньги, значит, начиная от, там, то ли трех, то ли от пяти тысяч рублей. У Тинькоффа это происходит без комиссии, наличку снимать. Ну, а если пользоваться, то просто пользоваться карточкой и все. Значит, не думайте, что конвертации, так сказать, там много теряете, по-любому вы будете терять на конвертации, поэтому вот этот вариант самый оптимальный. Поверьте мне, что на конвертации теряется очень-очень немного денег. Я сам так пользуюсь постоянно карточками за границей. Чехия это страна европейская, но там своя национальная валюта, чешские кроны, поэтому конвертация будет в любом случае, потому что у нас чешские кроны не продаются. Вот, то же самое касается и, ну, других вариантов. Вот, теперь смотрите, как отправить деньги, если вы уехали на заработки, скажем, ну, наверное, огромная часть людей с Украины уехала на заработки, в основном в Польшу, вот, из Латвии, Литвы, уезжают там в Англию, кто куда по всей Европе, и у них возникает ситуация наверняка, как отправить деньги своим родственникам. Ну, и также в Россию очень многие едут из Средней Азии для того, чтобы зарабатывать, и у них тоже возникает ситуация, как отправить деньги своим родственникам за границу. Здесь немножечко сложнее, как я уже сказал, но выход тоже есть. То есть, смотрите, вы приезжаете в другую страну, вы там не гражданин, не гражданин. Вы там зарабатываете как-то деньги, легально или нелегально, там получаете разрешение, не получаете. Но для того, чтобы завести счет в банке, гражданство не нужно. То есть, вы совершенно спокойно можете пойти в любой национальный банк, в той стране, где вы зарабатываете деньги, и открыть там счет банковский, и открыть там карточку. Это никому не возбраняется. Я лично открывал счета в Испании, скажем так, когда-то. У меня первая жена уехала в Испанию, уже давно там живет. Она регулярно посылала деньги матери, таким способом, о котором я сейчас расскажу. Ну и у нас, пожалуйста, значит, там таджики, узбеки запросто могут пойти в банк, и открыть там банковский счет, и получить карточку банка. Но когда вы открываете, получаете карточку в банке, вы можете получить не одну карточку, а сразу две. То есть, вы берете и говорите, я хочу оформить дополнительную карту к счету. Это абсолютно ничего не стоит. То есть, дополнительная карта, как правило, не вызывает дополнительных платежей. Вот, она для того и создана, чтобы быть дополнительной. Дальше вы берете и эту дополнительную карту каким-то образом переправляете своему родственнику за границу, который остался там, ну то есть там в Душанбе, значит, там куда-то там в Куляб, или если вы в Украине, из Украины уехали там, значит, из Варшавы в Киев. Ну, обычно это делают через знакомых каких-то. Я лично встречал там несколько раз самолеты из Испании для того, чтобы, ну, просто там передать посылочку для родственников. Ну, и там же передавали карточки, то же самое. Вот, я просто беру этим общим знакомым, там отдаю карточку, значит, человек открывает карточку. Ему потом, значит, вы звоните своему родственнику и говорите пин-код к этой карточке. Ну, и, собственно говоря, все. Значит, вы кладете здесь, например, в России, значит, деньги на счет, а там ваша, значит, там Саида какая-нибудь снимает деньги со счета уже в национальной валюте, там Монаты или там Тенге, я не знаю, какая валюта в Таджикистане, например, да. Ну, или, значит, если в Польше там кто-то положил злотые на этот счет, значит, там, соответственно, в Киеве кто-то снимает гривны. Совершенно спокойно. Либо пользуется этой карточкой. Таким образом, теща моя, вот, ну, мать первой жены, она регулярно ходила в магазин и пользовалась карточкой испанского банка. Несколько лет совершенно спокойно. Могла снять деньги, рубли здесь, конвертация стандартная абсолютно. Вот такие варианты. Очень простые, незамысловатые. Ну, вариант с переправкой карточки немножечко сложнее, но он того стоит. Ну, можно скоперироваться, там, несколько человек, например, там, ну, кто-то там один канал переправляется и так далее. Ну, здесь есть масса вариантов. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим. О том, как обеспечить безопасность при путешествиях за рубежом, я или в путешествиях, я буду рассказывать еще в своих видео. Задавайте вопросы, если что-то интересует. Ну, сейчас у меня просто, я говорю, дочь в Чехии, поэтому я этим немножечко озабочен. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Поделитесь этим видео со своими знакомыми, кого это может интересовать.